Всем привет! Сегодня у меня будет распаковка немножко необычная. Начну я сразу с тестирования втирки, которая у меня пришла. Забудьте сразу обо всех своих голографических втирках. Это просто бомба! Баночка полная стоила 186 рублей. Брала я ее на распродажу 11.11. В принципе, цена там не особо будет отличаться. Она стоит в районе 195 рублей обычно. Где-то 195-206 рублей. Примерно так у него варьируется цена. Просушила я топ Уна Супершайн 30 секунд. Не стала я меньше сушить. Вот ради интереса. И набрала маленькое количество на мизинец и просто бомба! Все, что у меня было до этого, там мизерное количество этой втирки было. И оно так не втиралось никогда. Ни одна втирка вообще не так не втиралась голографическая. Это просто вот берите, не пожалейте. Баночка под завязку. Баночка была упакована дополнительно в пупырку. И идет без аппликатора, но она пальцем наносится просто огонь. Так, далее. У меня пришли пластинки GR. Это была когда-то новинка, так скажем. Также русские надписи. И еще две пластинки. Это тоже были новинки на момент заказа. Это такие пейзажи горные. Ну, в основном горные. Рисунки не крупные, но они длинные для составления композиции на трех ногтях. И с оленями вот здесь, так скажем, неудачные все рисунки из-за их размера. Единственное, вот еще олени более-менее туда-сюда подойдут на любые ногти. А вот в рамках круглых очень крупные. И пластина мне пришла от Николь Дайри наконец-то. Была у нее платная доставка, но продавец отправил неотслеживаемым трек-номером. Помимо того, что доставка платная была, пластина сама по себе тоже была не дешевая. Это была как бы новинка осенняя. Пластина идет с браком в гравировке. Я не сразу его заметила. Заметила уже после того, как рассматривала пластину за кадром. Так, вот так вот выглядит втирка после перекрытия топом. Вообще шикарный эффект. Мне прям довольна, что я ее заказала. И ни капельки не жалею тех денег, которые я за нее отдала. Так, и приступим к тестированию пластинок для стемпинга. Тестировать я буду красками от Николь Дайри, Биг Бенги. Возможно, еще будет Бон Претти. Тестирую я своим синим штампиком. К пластинкам у меня претензий нет. Но вот единственное, что это неудачные размеры рисунков у пластины GR с оленями. Я пробовала уменьшать эти рисунки на штампе, на двойном. Но что-то у меня пошло не так. И, в общем, то ли штамп я неправильно зажимаю. Рисунок уменьшается, но он перекашивается. У него теряется вся эта симметрия окружности. И, в общем, он у меня заваливается весь. Я не стала делать этого на камеру, потому что это процесс долгий, нудный. Это надо прицелиться, правильно натянуть штампик. И еще. Я делала силиконовой второй подушечкой нижней у двойного штампика. У меня прозрачная. Я ее саму зажимала между четырех пальцев. Вот как раз натягивала ее, чтобы уменьшить рисунок. И она перекашивает. И если делать, допустим, эту плодушечку натягивать на крышке флакона от лака и печатать другой какой-то подушечкой, то нужно брать лак, который сохнет медленнее. Потому что я пробовала белым от Биг Бенга, и он у меня не успевает переноситься второй раз на эту плодушечку, натянутую на флаконе. Краска моментально высыхает. О чем говорит, что гравировка не особо глубокая. И из-за того, что она широкая у этих оленей, потому что там в основном полные рисунки, краска высыхает быстрее, потому что она вышкребается из рисунка более сильнее, чем из тонких линий. И далее посмотрим, что у меня получилось. Часть будет на типсах, и основная часть будет отпечатана в альбом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok